Итак, сегодня мы поговорим о рентгеновской дифракции на линейных периодических структурах, а о теории и истории этого вопроса. И как такая лекция, почему она оказалась среди лекций про мышечное сокращение? Потому что оказалось, что этот метод очень удобен и очень полезен для изучения работы мышц, поскольку он позволяет увидеть структурные изменения, которые лежат в основе сокращения или те изменения, которые связаны с регуляцией этого сокращения. По-прежнему я готов ответить на вопросы по электронной почте или желающие можем перейти в какие-нибудь местные жюри. Так что я надеюсь, что несмотря на такие неудобные условия, мы все-таки сумеем сделать взаимодействие, наше общение интерактивным. Итак, план того, что я сегодня хочу рассказать. Сначала будет некоторое введение. Я расскажу, что такое обратное пространство, как устроена упругая дифракция рентгеновских лучей, основа теории. Потом мы поговорим о дифракции на периодических влагдистых структурах. Наконец, поговорим о дифракции на спирали. И в конце концов я расскажу. Потом я расскажу о истории открытия двойной спирали ДНК, потому что эта история была самым тешным и непосредственным образом связана именно с дифракцией на таких линейных периодических структурах. Ну и, наконец, в конце я расскажу о результатах, теоретических результатах вычисления интенсивности дифракции на целых и частично оккупированных спиралях, потому что это нам пригодится, когда мы начнем говорить о дифракции на мышце. Итак, из школьного курса физики мы знаем, что при падении монохроматической волны с длиной ламбок лямбда возникают лучи, которые направлены углами к исходному лучу альфа-энная. И эти углы альфа-энные подчиняются вот такой формуле, где D – это шаг решетки, где-то дифракция на решетке, а лямбда, уже было сказано, длина волны, а N – это некоторое целое число. То есть при дефракции на решетке возникают лучи, идущие не только с основным вместе с падающей волной, но и лучи, отклоненные от нее под некоторыми углами. Отсюда возникает понятие обратного пространства, потому что чем больше угол, чем больше длина волны и чем больше период решетки, извините, тем у нас под меньшими углами отклоняется свет. Ну и, соответственно, то же самое касается и длины волны. Итак, очень похожая формула на то, что эта школьная была открыта вот этими двумя людьми. Это отец и сын Вильям Брэк и Вильям Хенри Брэк, Вильям Лоуэнс Брэк. Отец и сын, которые получили за эту Нобелевскую премию в 1915 году. Что же они открыли? Они открыли, что при дифракции, в случае, если у нас имеется не линейная решетка, а имеется кристалл, то отклоненные лучи возникают в таких направлениях, когда вот этот угол дифракции альфа-эминяя, здесь он обозначен 2 θ, когда луч падает на кристаллическую решетку под углом θ, равную половину вот этого школьного угла. В этом случае получается, что дифракция и отражение от плоскостей, угол дифракции и отражение от плоскости совпадают. Именно в этих направлениях у нас возникает яркий луч. Таким образом, если мы будем поворачивать кристалл по отношению к рентгеновскому лучу, то каждый раз, когда мы окажемся, когда угол падения окажется равным вот этому половине дифракционного угла для данных кристаллографических плоскостей, мы будем видеть яркие отклонённые лучи. И вся рентгеновская кристаллография, она основана именно вот на этом правиле Брэга, за что они справедливо получили Нобелевскую премию. Как устроен эксперимент? Когда-то это было устроено. Использовался источник рентгеновского излучения. Дальше рентгеновское излучение проходило через пластины с маленькими отверстиями. Отсюда получался рентгеновский луч, в котором затем облучался кристалл. Сейчас это совсем простая история. Чтобы получить монохроматические лучи, нужны монохроматоры. Ну и про то, как это делается сейчас, я расскажу чуть попозже. Теперь теория. Если у нас была падающая волна с волновым вектором К0, которая рассеялась на двух объектах, расположенных вот здесь, в начале этого радиуса вектора Р, в его конце, то для лучей, идущих в направлении К, имеется фазовый сдвиг, который показан вот здесь. И если мы обозначим разницу клонённого рассеянного вектор, волнового вектора рассеянного света исходного, то вот эта вот величина, которая пропорциональна как бы разности волновых векторов, это величина с размерностью, соответственно, обратной, с размерностью, которая будет в обратном пространстве, в единице на метр. И вот эта величина характеризует рассеяние рентгеновских лучей. Если у нас есть система с некоторой распределённой в пространстве электронной плотностью, то мы можем вычислить преобразование Фурье от этой электронной плотности, оно будет иметь вот такой вид, где S это вот та самая величина положения в обратном пространстве, и оказывается, что интенсивность света вот в этом обратном пространстве, она есть квадрат модуля этого преобразования Фурье. То есть вместо того, чтобы видеть электронную плотность, мы, наблюдая рентгеновскую, дифракцию рентгеновских лучей, мы наблюдаем квадрат преобразования Фурье электронной плотности этого объекта. в принципе, если бы мы знали преобразование Фурье, то умели его измерять, то мы могли бы определить и электронную плотность, просто-напросто сделав обратное преобразование Фурье. Фурье. наблюдать мы можем не саму эту комплексную величину Ф, а только ее квадрат, ее модуля. И это есть одна из главных проблем кристаллографии, главная проблема определения структуры по дифракции рентгеновских лучей, так называемая фазовая проблема. Важно заметить, что известно из курса анализа про свойства преображения Фурье, что полная интенсивность в обратном пространстве, то есть интеграл интенсивности, интеграл квадрата модуля преображения Фурье равен интегралу от квадрата электронной плотности, то есть электронная, то есть вот эта величина она сохраняется, чем полное количество интенсивности рассеянной, оно совпадает с квадратом электронной, с интегралом в квадрат электронной плотности. Важно вспомнить известные из анализа теоремы о свойствах преобразования Фурье, а именно теорема о сдвине, если мы передвигаем объект на радиус вектор R0, то его преобразование Фурье соответствующее умножается вот на такую величину, где R0 это радиус вектор S это направление луча в обратном пространстве. таким образом у нас получается, что мы сдвигая объект, создаем фазовый сдвиг в его преобразовании Фурье. А в случае если мы рассмотрим свертку двух преобразований Фурье от двух функций, то преобразование Фурье от этой свертки равно произведению их преобразования Фурье. Таким образом, если у нас какая-то электронная плотность распределена по некоторому закону, то преобразование Фурье такого объекта, то есть у нас есть одинаковые объекты, которые распределены некоторым образом в пространстве, то преобразование Фурье будет равно произведению порощения одного объекта и функции, определяемой этой функцией размещения. Ну, чтобы почувствовать, как устроено преобразование Фурье, несколько простых задач. Вот здесь дифракция на прямоугольнике, у нас электронная плотность, линия электронной плотности прямоугольная, то есть она от нуля на некотором отрезке от минус А до А, и оказывается, что чем меньше этот объект, тем шире распределения интенсивности, здесь синим показан преобразование Фурье, пардон, здесь непрерывными линиями показан преобразование Фурье, а пунктирная линия интенсивность, ну и синий, более узкий треугольник, как видите, рассеивает более широко, а крупная, но прямоугольник рассеивает слабо, луч идет более-менее куда шел, то есть рассеивание происходит только под малыми угольниками. Если мы рассмотрим систему точек, ну как, сосредоточенных электронных плотностей, дельта-функции, где плотность дельта-функции, которая образует решетку с периодом L и содержит N таких точек, то интенсивность дифракции определяется вот этой формулой, и графики нарисованы внизу, и видно, что чем больше этих точек, тем уже становится распределение, тем ближе она становится к системе, так сказать, единичных отрезков или дельта-функций, если хотите, распределенных на, расположенных на расстоянии единицы на период этой спирали. То есть, если она стремится к бесконечности, то это будет стремиться к преображение фурье превращается в ряд фурье, но поговорим об этом чуть позже. Наконец, пусть у нас есть одинаковые молекулы. Сиреневым показано преображение фурье от вот этой молекулы или какой-то молекулярный объект, которые расположены на, образуют решетку с периодом L. фурье. Тогда по теоремии освертки мы можем получить получаем, что образование фурье есть, прям произведение вот этой функции рассеяния одной молекулы и вот функции, которые описывают рассеяние системы изонматериальных точек, и мы вместо непрерывной функции увидим вот такие вот несколько печков, которые будут характеризовать дифракцию на таком объекте. Ну, наконец, это я уже сказал, ясно, что если у нас есть система из большого количества молекул, то при больших N, преображение фурье переходит в ряд фурье. Таким образом, если у нас есть объект уже теперь трехмерный, эти примеры были одномерные, простые примеры одномерные. Если у нас есть трехмерный объект, то дифракция располагается на линиях, которые перпендикулярны оси вот этого, значит, этой перпендикулярной этой линии, и эти, они называются слоевыми линиями, и вся интенсивность стягивается и остается только на этих слоевых линиях, и интенсивность этих, значит, дифракции определяются вот коэффициенты разложения в ряд фурье. Теперь мы поговорим про историю уже оснащенной этими знаниями, и поговорим о возможно важнейшем открытии, биологическом открытии 20 века, сделан примерно ровно более-менее в середине 20 века, в 53 году мы поговорим о структуре ДНК. Главный герой это дезорибонуклеиновая пардон, кислота, структура показана здесь и главный носитель генетической информации у бактерий архии насы у кориот вирус отходится некоторый вирус отходится РНК и история эта произошла в Англии в двух местах одно место это Кингенск в Лондон другое место это Ковендерская лаборатория в Кембриде где две группы исследователей занимались изучением структуры ДНК. Вот эти люди Морис Вилкинс и его сотрудница Золин Фрэнклен они изучали пытались получить кристаллы они изучали ориентированные гели ДНК пытались рассматривать изучая рентгенов дифракционные картины определить структуру а другая пара исследований был Джеймс Водсон молодой американский пашдок который недавно защитившийся приехал в Европу получив грант который очень интересовался структурой ДНК значит он приехал в Европу некоторым поработал в Австрии с биохимиком который был одним из главных исследователей ДНК но как-то это ему не понравилось и захотелось ему заняться выяснить все-таки структуру этой молекулы а второй человек был Франсис Крик уже более зрелый ученый тоже вполне молодой Водсон было 25 Крик чуть за 30 физик по образованию короче говоря они стали заниматься очень хотели расшифровать структуру ДНК в те в те времена в научном сообществе царили очень специфические вегетарианские нравы и поэтому шеф руководитель Кавиневской лаборатории Лоуренс Брэк не разрешил заниматься ДНК потому что этим уже занимаются коллеги из Хинс колледжа неприлично заниматься одним и тем же двум разным если люди уже занимаются пусть они занимаются неужели нет других более интересных объектов короче говоря эти занятия они вели так сказать почти что подпольных во всяком случае не официально а официально они оба работали в лаборатории в Кавиневской лаборатории и работали они вот с этими людьми Кендрю и Перцем которые тоже рентгенодифракционными методами пытались расшифровать первые белки что им удалось довольно много лет спустя после описывания истории а еще один человек и так так что и Уотсон и Крик работали в группах которые изучали она изучала миоглобин изучала структуру гемоглобина и еще за сценой был Лайус Поллинг великий химик биохимик который как они узнали тоже заинтересовался структурой ДНК а до этого он уже открыл альфаспираль белковую короче говоря все понимали что если Лайус чем-то займется то он это наверное быстро сделает поэтому погоня за структурой ДНК оказалось так сказать они чувствовали тяжелое дыхание Лайуса Поллинга со своей спиной поскольку экспериментом ставить не разрешалось они занимались этим на досуге обсуждением структуру ДНК и как-то к Рику попала на лицензию статья человека по фамилии Вент чисто теоретическая статья в которой он рассчитал дифракцию на спираль значит спираль описывается вот такой формулой Тельта здесь дельта фунеза соответственно ее радиус равен 0 а шаг спирали равен L вот она здесь нарисована электронная плотность имеет вот такой вид значит если мы сделаем преображение Фурие а мы помним что он вместо преображения Фурие нам достаточно вычислить коэффициенты ряда Фурие потому что потому что структура бесконечная и имеет период L то преображение Фурие этой структуры имеет вот такой вид где Fn то есть интенсивность дифракции на n-шлоевой линии определяется вот такой формулой ну и видите здесь имеется переменная R это обратный радиус переменная Пси это угол в обратном пространстве где Фи это угол в реальном пространстве ну и вот эта формула эта формула то есть интеграл у вот такого выражения остальное нужно убрать для этой формулы есть интегральное выражение для таких интегралов экспонента от ну экспонента от тригонометрических функций от косинуса или синуса которая то есть короче говоря интенсивность вот такой вот формуле где R0 радиус спирали R радиус оборот пространстве то есть отклонение от начала координат двум слоевой линии а Gn это целая функция Беселя n-ого порядка функция Беселя первого рода и вот интенсивность имеет вот такой вид то есть на n-ой слоевой линии интенсивность преобразование пардон преобразование фурии это еще не интенсивность пропорционально функции Беселя n-ого порядка вот так выглядят графики разных функций Беселя видно что нулевая функция Беселя отлично от нуля в нуле чем больше номер функции Беселя то есть чем больше n тем более высокого порядка у нее ноль в нуле то есть она имеет нуля порядок жм имеет порядок x в нуле н то есть долго-долго стелется вдоль начала кардина а дальше а дальше ассцелирует и затухает при больших значениях аргументов и из этого следует что если мы возьмем квадрат функции Беселя то они обладают таким свойством что нулевая то есть то которое находится на эквадоре у нее она не нулевая в нуле а дальше у этих функций чем дальше мы идем по номеру n тем тем дальше появляется первый пик потому что эта n функция имеет порядок x в нуле таким образом если вы видите на рентгеновской на картине рентгеновской дифракции вот такой характерный крест что имеется на линиях расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга имеются интенсивности расходящиеся в виде креста то вы мгновенно можете узнать два главных параметра а именно шаг спирали он обратно пропорционален расстоянию между этими слоевыми линиями в обратном пространстве и по положению вот этих пиков вы можете узнать R0 потому что R это обратный радиус вот R0 это радиус спирали и чем соответственно больше она тем чем больше чем шире эта спираль тем уже будет у вас крест на на рентгеновской рентгенограмме дифракционной рентгенограмме дифракция на целой спирали эта задача была тоже решена в этой работе и крик который значит эту формулу получил вместе с помощью математики Кокорейна который там же работал они получили выражение дифракции и для и прерывной спирали о котором я так что рассказал но и для целой спирали когда у вас спираль образуется повтором одинаковых молекул расположенных на на спирали для целых спиралях имеется так называемый selection rule правила отбора которая показывает что на л слоевой для н гармоники должно выполняться вот такое правило это правило позволяет отобрать те функции беселя которые дают вклад в данную слоевую вернемся к вернемся к дмк значит так получилось что отчет Вилкинса и Фрэнклин попал на рецензию об их работе попал на рецензию к Брэгу а тот показал его тот показал его вот самый крик поскольку у них в руках уже была эта чудесная форкула они взяли штангенциркуль и измерили измерили основные характеристики этой спирали они сразу во-первых поняли что это спираль а во-вторых они измерили характеристики этой спирали с помощью тех формул о которых я говорил и потом после некоторых мучений пришлось разбираться с химией пришли вот к этой замечательной модели двойной спирали где сахара находится на периферии остаток фосфат фосфатные связи находятся на периферии а нуклеотиды находятся внутри в плоскостях причем находятся там парами потому что только определенного типа пары Т и А и С и Ж способны образовывать прочные плоские лежащие плоскости водородные связи друг с другом да еще так что радиус то есть расстояние между то есть диаметром этой спирали оказывается примерно одинаковым вне зависимости от того какая пара оснований там есть из этой картинки сразу стало ясно механизм хранения информации генетической в этой системе стало ясно что если расплести такую спираль и сделать другую комплементарную то это есть механизм передачи информации то есть короче говоря из вот этой картины полученной вот таким образом подгонкой известной атомной структуры к чужим энгендифракционным данным им удалось получить структуру ДНК очень рекомендую вам вот эту книжку ее можно бесплатно почитать вот на этом сайте совершенно завораживающая полная драматизма невероятно интересная книга субъективная немножко нахальная в общем короче книга написана к тому же тогда совсем молодым человеком очень интересная история этого открытия еще одна книга написанная буквально через 10 лет после этого и фракция рентгеновских лучей на цепных молекулах эта книга академика Бориса Константиновича Вайнштейна который многие годы был директором института кристаллогравии Российской Академии Наук и эта книга посвящена теории дифракции вот на таких линейных структурах не кристаллических эта книга была очень быстро переведена на английский сейчас у всех моих коллег на в разных лабораториях мира тем кто занимается оренгеновской дифракцией на мышцах на столе лежит такой замызганный за потертый экземпляр этой книги потому что она невероятно богатая там невероятно много важных идей и результатов и каждый раз когда начинаешь заниматься чем-то новым по неволе туда лезешь и находишь там что-то важное и полезное что делать если спираль не целая допустим у нас есть некоторая спиральная молекула которая декорирована присоединением других молекул которые заполняют не все спиральные точки а только части как будет выглядеть картина оренгеновской дифракции на таком объекте это важно для мышцы я не уверен что есть много других приложений но во всяком всегда дифракции на мышцы это важно эта задача была поставлена еще 40 лет назад Кеном Холмсом о котором мы уже говорили и его коллегами они нашли приближенное решение этой задачи полагая что вот это распределение вот этих точек в которых молекулы присоединяются к спирали а подчиняются не простому правилу вот потом мне удалось получить точное решение этой задачи для произвольного закона декорирования и решение это выглядит так у вас ваша дифракция на такой сложном объекте представляет собой вот такую комбинацию дифракции на идеальной целой спирали умноженную на функцию b которая есть преобразование фурье от закона декорирования от линейного закона декорирования здесь снова возникает свой selection rule свое правило отбора но что самое главное что говорит эта теория что кроме тех слоевых линий которые задавались основной спиралью в этой системе появляются другие слоевые линии новые которых не было на исходной спирали которые не соответствуют периоду исходной спирали а которые соответствуют вот такому спейсингу то есть если у вас есть в декорировании вашей спирали свой период d то тогда возникают новые слоевые линии кроме вот этих n делить на n положение m еще возникают линии m на n плюс минус m делить на d где m любое целое естественно видно в реальности только первые первые m то есть когда m равно плюс или минус единиц и появление таких слоевых линий на рентгенограмме если мы их находим мы сразу понимаем что речь идет о вот таком модулированном линейном модулированном декорировании итак что хотелось вынести из этой лекции что я хотел чтобы вы вынесли из этой лекции даже очень хорошему экспериментатору я говорю о Моррисе и Вилкин и Розалин Фрэнклин полезно знать и понимать теорию тем более это полезно не очень хорошему экспериментатору которым были тогда или совсем не экспериментатору которым были тогда Вотсон и Крит важно уметь ставить перед собой крупные но решаемые задачи и что некоторые некристаллические структуры дают богатую информативную рентгенодефракционную картину которую можно и нужно анализировать и пытаться использовать для получения изучения структуры очень полезно работать рядом с теми кто уже получил или вот-вот получит премию все участники этого процесса кроме Розалин Фрэнклин который очень молодой умерла от лучевой болезни не дожила до своей Нобелевской премии все остальные ее получили и Брэк который я уже имел к тому времени и Отсон и Крик и Моррис Вилкинс и Кендрю и Пероц это тоже очень полезно для для успеха ну и наконец очень советую вам прочитать книжку Отсона Двойная спираль Продолжение следует...